Сегодня у Анны Поркиной профессиональный дебют. Первый раз девушка пробует себя в роли экскурсовода, причем не совсем обычного. Ее группа – люди слабослышащие, а тут необходим особый подход. Важно правильно расставить акценты, суметь не только показать, но и рассказать посетителям об экспозиции. Причем объединить эти две составляющие в одно целое довольно непросто. Я очень любила историю в школе. Я все читала, все у меня было знакомо. И мне интересно узнать какие-то события нашей истории, нашей Белоруссии. И хочу, чтобы все знали об этой истории. Когда мы предложили ей участвовать в этом проекте, она сразу согласилась, у нее глазки зацверкали. Спасибо большое Зинаиде Ивановне, она дала много материала. Они месяц работали, да, Аня? Почти. Почти. И, в общем, с удовольствием вот сегодня пришла к нам. Анна Поркина – представитель Президиума Брестского отделения Белорусского общества глухих. Несмотря на то, что девушка практически лишена возможности слышать и говорить, это нисколько не помешало ей получить высшее образование и сегодня заниматься любимым делом. Желание помочь другим, таким же, как она, привело девушку в проект «Инклюзия в Краеведческом музее», авторы которого уверены – барьеры должны быть преодолены. Нам это уже не впервой. Мы работали с привлечением вот такой сложной аудитории в музей, как работали, например, со слепыми. У нас была выставка тактильной скульптуры Леонида Тарабука. Ну, а сейчас к нам пришли, инициативу проявили вот от общества глухих, заинтересованные люди, и немножко как-то волнительно было вот все-таки браться с такой работой, предложить людям, которые лишены вот возможности так разговаривать свободно, им нужен переводчик, и все-таки решились и подготовили двух экскурсоводов. Вопрос реализации концепции безбарьерной среды на протяжении многих лет не теряет своей актуальности. Как сделать так, чтобы люди, имеющие проблемы со здоровьем, не чувствовали себя в чем-то ущемленными, чтобы они полноценно развивались вне зависимости от внешних обстоятельств? Как сделать так, чтобы человек слабовидящий, слабослышащий, особенный, мог беспрепятственно прикоснуться к удивительному миру искусства? Новый проект призван разрушить существующие вокруг этой темы стереотипы и донести до общества. На это он имеет все шансы. Хотелось бы, чтобы мы были не просто там интересны, а чтобы мы расширили границы, горизонты вот у этих людей, которые действительно нуждаются в нашей поддержке. И этот проект только начало. Если у нас вот все будет получаться, и я знаю, что это получится, потому что люди очень заинтересованы, и будут группы у нас, сначала мы освоим, так сказать, краеведческий музей, а потом пойдем по своим фериалам. Спасенные ценности, бездействия, ну и так далее. Пока Анна Поркина и ее коллега Александр Комин будут проводить экскурсии только для представителей объединения, а также воспитанников специализированных школ области. Однако это только первая фаза проекта, а как это направление будет развиваться дальше, покажет время. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.